Важнейшая государственная задача – охрана водных ресурсов. От качества воды зависит жизнь и здоровье людей. Как сохранить природу, обеспечить экологичную безопасность, на днях обсуждали в Вишкороле. В столице Мариел прошел открытый межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Чистая вода – залог здоровья и благополучия всей планеты. Казалось бы, простые истины, но почему-то помнят о них не все. Главные источники загрязнения водоемов – промышленные предприятия. Они сбрасывают неочищенные источные воды. По данным специализированных ведомств, таковыми считаются почти 70% вод, попадающих в Волгу. За последние полтора года прокуроры в ПФО выявили более 2500 нарушений в сфере охранного законодательства одной из главных речных артерий страны и ее притоков. В результате в тесном сотрудничестве с заинтересованными структурами удалось восполнить пробелы в законодательстве, связанной с установлением береговых линий. На кадастровый учет поставлены наиболее проблемные участки водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища. Наработана определенная судебная практика рассмотрения дел, связанных с освобождением береговых полос. Проблемы по сохранению национального достояния можно решить только совместными усилиями органов власти, прокуратуры и общественности, уверены участники форума. В Чувашии по иску природоохранной прокуратуры построены биологические очистные сооружения в Алатаре. К ответственности привлечены десятки нарушителей. Прокуроры добиваются материального возмещения ущерба. В прокуратуре Калининского района города Чебоксары ликвидировано загрязнение отходов, а именно нефтепродуктов, которые были обнаружены в том числе средствами массовой информации на территории Якимовского оврага города Чебоксары. В результате чего в настоящий момент на этом месте произошла рекультивация земель и земли в настоящий момент обретели чистый вид. Кроме того, на этом прокуратура не остановилась. В настоящий момент в суде рассматривается иск к нефтеперерабатывающей компании, виновнику данного загрязнения, по возмещению вреда, который они починили в природе в размере более 130 тысяч рублей. В нашей республике есть определенные проблемы. Это, как и все для Всеволожского бассейна, сброс неочищенных сточных вод. В мере прокурорского реагирования охвачены все предприятия, которые непосредственно осуществляют сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков. По сравнению с 2016-2017 годов уже объем недостаточно очищенных стоков уменьшился в два раза. С 12 с лишним кубов, миллионов кубов до 6. Затронули на форуме вопрос подъема затонувших кораблей и их фрагментов из Волги. Лежащие на дне остатки окисляются и загрязняют воду. В этом направлении предстоит еще большая работа. Подобные встречи помогают найти общее решение важных для Волжского водного бассейна проблем. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, Республика.